Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев, и в эту неделю, праздничную для нас здесь на Финам.ФМ, мы делаем ряд таких поздравительных эфиров, юбилейных эфиров. И вот сегодня в «Археологии» хотелось бы поговорить с коллегой. С коллегой, старшим коллегой, сразу скажу, статьи которого я помню в перестроечные времена читал, зачитывался еще в тот момент, когда думал становиться мне, не становиться журналистом. И в то же время радийный коллега и, собственно, медиа-менеджер, один из ведущих медиа-менеджеров нашего российского медийного пейзажа. Это Михаил Львович Бергер, генеральный директор холдинга «Ру-Медиа» и радиостанции «Бизнес.ФМ». Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну и вот хотелось поговорить с вами, Михаил Львович, как бы вы человек, который повсюду были в двух ипостасях, то есть вы захватили две эпохи журналистики, и советскую хорошо поработали, и постсоветскую, российскую. Работал и при царизме. Да, да, да. При большевиках. Да, да, да. Ну, в этом есть свои преимущества. Я могу сравнивать, как было, как стало. И, в общем, не могу сказать, что опыт советского времени оказался бесполезным. Но наоборот... Было много интересного. Было сложнее работать, было сложнее донести ту идею, которая, в общем-то, казалась важной, существенной, но не могла быть впрямую озвучена или там написана. А вот так, скажем, уровень профессионализма, сравнивая среднего, скажем, даже молодого человека, приходящего в редакцию, выше тогда был? Не знаю, нет, не думаю. Понимаете, в чем история, в чем особенность ситуации. Дело ведь... Я думаю, что сегодняшний выпускник более практичен. В ряде случаев он более образован. То есть, как правило, если это хороший вуз, как правило, он знает иностранный язык. Значит, возможности его получать информацию шире. Ну, если он всерьез учился, он действительно очень неплохо образован, неплохо готов к работе. Но в чем разница? Разница в отношении к делу. Я общаюсь со студентами, как вы знаете, и у меня есть несколько обязательных тезисов. Один из обязательных тезисов состоит в том, что профессиональный журналист должен бояться. Он должен бояться написать плохую заметку. Бояться проявить свою некомпетентность. Бояться ошибиться. Причем по-настоящему бояться. И когда человек боится чего-то, он всерьез с этим работает. Ну, боишься простудиться, хорошо одеваешься. Ну, это да. Мне кажется, очень верная речь. Мне кажется, не хватает этого трепета. Это часть вообще, мне кажется, ухода такой текстуальной письменной культуры. Это приходит с интернетом. Нету такой абсолютной... Вот тоже я когда учился с небольшим зазором позади вас на факультете журналистики, вот это вот была ценность факта, службы проверки, так сказать, вот такая вот дотошность. Причем она шла от написания, собственно, от правописания, от грамотности до каких-то уже таких высоких профессиональных стандартов. И вот мне кажется, что эпоха интернета, она в каком-то смысле размывает и доверие к печатному слову, и доверие к факту. Ну, не доверие к факту. Стало сегодня не страшно ошибиться. Вот в чем история. В той части моей деятельности, профессиональной, ошибиться было страшно по целому комиксу причин. Ну, просто, во-первых, действительно, печатное слово воспринималось религиозно практически. Если напечатано, значит, так оно и есть. Не было интернета, телевидение было скучным, и не было публицистично, вообще никаким не было. А газеты, такая замечательная газета, как «Известия», была, в общем, ну, имела репутацию такую либеральную, несколько, ну, не такой официальной, как «Правда». «Правда», да. Да, и другие большие газеты. И поэтому, ну, явно, по крайней мере, воспитанный, я думаю, что мое поколение, и не только мое, и многие другие, последующие воспитанные в том, что ошибаться нельзя, потому что вернуть это невозможно. Но если ты ошибся в имени человека, в дате, в факте, то вернуть это невозможно. Вот газета вышла, нельзя потом переделать. Газета вышла, да. Сейчас, если в интернете... Интернете можно что-то поправить. Пусть даже там где-то в кэше осталась неверная версия, но что-то можно там, что-то можно исправить, сделать. Причем моментально. Ну, да, но хотя все-таки скриншоты остаются. Вот сейчас, да, скандал, который разворачивается со статьей в комсомолке Ульяны Скобейда, хотя ее быстро убрали с сайта, но, так сказать, уже пошли круги, пошли последствия. Как говорили в мое время, хорошая работа два века живет, а мерзкая работа не умирает никогда. Это верно. Смотрите, вот мы начали говорить уже о печатной прессе. А вообще, вот сравнить статус журналиста тогда и теперь, потому что вот я вспоминаю, скажем, перестроечные времена, эти толпы, которые собирались на Пушкинской площади около стендов московских новостей. Люди не отрывали вот эти маленькие радиоприемнички о духе, слушая трансляции первого съезда народных депутатов. Где это все? Поэтому не надо грустить. По этому поводу не надо переживать. Времена изменились. Я говорю с удовольствием о том, что я застал время, когда публикация в газете могла быть событием национального масштаба. И это не повторится больше никогда. Сегодня газетная публикация, какой бы она ни была, она не может быть событием национального масштаба. В 80-е годы могла и становилась, были известны публикации, не хочу грузить читателей названиями, но были такие времена. Виктор Лошак, мой коллега и хороший товарищ, был как раз редактором московских новостей, тех самых времен перестроечных. И его любимый рассказ, я его цитирую, состоит в том, что вот отношение к прессе как раз у московских новостей, на Пушкинской площади, на противоизвестии, где я работал, были стенды, где вывешивались московские новости. И Виктор Лошак говорит, что просто с изумлением видел, смотрел, как сгущаются сумерки, а город не очень хорошо освещался, и народ зажигал спички у стенда, чтобы прочитать, что же там написано. Ну, это очень трогательно. Это как всенародное ликование, когда люди целовались по поводу полета Гагарина в космос. Сегодня нет таких поводов. Сейчас бы светили мобильниками, наверное. Да, наверное. Или все ужасы изначально бы считывали с экранов смартфонов. Да, да. Послушайте, меняется время, меняются требования. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Ну, там, хорошо ли, что на смену лету пришла осень? Ну, так, так просто заведено. Времена меняются, ничего в этом трагического я не вижу. Скажите, а вот ваша дорога в журналистику, вы рано поняли, что будете писать, что это ваше призвание? Начал писать в пятом классе, а понял в классе в восьмом. Я первую заметку в пятом или шестом классе, учился, напечатал, опубликовал в городской газете первую заметку. То есть, в Севастополе же? В Севастополе, да. Я обожаю этот город. Я там за долгую профессиональную и просто частную жизнь объездил огромное количество городов, стран. И до сих пор уверен, что Севастополь один из лучших и красивейших городов. Просто замечательных. Он совершенно особенный. Прекрасный рельеф. История. Природа крымская. Ну, город сказочный, я его обожаю просто. И вот в городской газете «Слава Севастополя» она называлась. И сейчас называется так. Я напечатал небольшую заметку. Но планов не было становиться. Журналистом я, конечно же, хотел стать поэтом, писателем, как все молодые, гуманитарно образованные люди. И, собственно, с этой мыслью пришел во дворец пионеров, такой роскошный дворец пионеров в прекрасном особняке на берегу бухты городской. Арт-бухта. В городе просто много бухт. Около пятидесяти. В этом, собственно, и прелесть города военная и всякая другая. Вот там был литературный кружок, где я, ну, думал выучиться на поэта и быть властителем на умов и душ. Вот. Ну, и в этом кружке, да, вот такие же, как я, пионеры и старшие школьники читали другую стихи, обсуждали их. И еще как-то попутно что-то такое делали журналистское. А поскольку делали что-то попутно журналистское, я вскоре попал, то есть меня пригласили на Вартек, на слет юных корреспондентов. Это было очень трогательно. Благо ехать недалеко. Да, абсолютно. Вот. И вот где-то на слете, как раз это был восьмой класс уже, как-то мне показалось, может быть, я этим и буду заниматься. Меня это все очень сильно вдохновило. И как-то стихи я забросил со временем, а журналистика стала, собственно, вот делом моей жизни. Правда, некоторое время назад я сменил род деятельности, но стал заниматься новым делом в той же абсолютной среде. Ну да, медиа-менеджмент просто перешел на хозяйственную работу. С другой стороны. Но я был на двух сторонах баррикад. Я знаю, в чем состоит конфликт с главным редактором и директором компании. Чего хочет главный редактор, я знаю. Мне проще согласовывать эти интересы. Они всегда должны быть разными. Ну, не то чтобы разными, они не должны совпадать. Журфак вам много дал обучения на журфаке? Ну, примерно столько же, сколько службы в армии. Интересный ответ. Потому что, вы знаете, у меня тоже, как у выпускника, и вот часто здесь иногда приходят к нам выпускники факультета журналистики, и при всем уважении к Альмаматер, я пытаюсь понять, в какой степени журналист, а журналистике можно научить. В какой степени это является специальностью человека, так скажем. Мне кажется, что, вот я вот скажу, вы экономической журналистикой занимаетесь. Мне кажется, что, вот скажем, хорошо бы, чтобы человек был изначально кем-то. Экономистом, историком, юристом. И затем один из навыков, которые он получает, это было бы, так сказать, он должен знать иностранные языки, он должен уметь писать. И вот это один из таких навыков интеллигентного человека. Сергей, я вернусь к своему тезису на счету армии и журфака. Я служил в служебном службе два года. И вот бойца из меня не получилось, но опыт армейского устройства, иерархии, там, сочетание сложных интересов, каких-то экстремальных ситуаций, больших нагрузок, сложной жизни бытовой, он мне очень нужен и полезен до сих пор. Я этому благодарен. То же самое с журфаком. Я когда получил диплом, опять, ну, обожаю журфак, старое здание, ну, я когда получил диплом, у меня было ощущение, что я там кого-то обманул, что ли. Ну, то есть я не понимал, какая же профессия у меня реально. Ну, то есть там, не врач, не историк, не математик. И я, конечно, согласен с тем, что пять лет учить журналистики – это разврат. Ну, неправильно тратить пять лет на обучение такого рода деятельности. Достаточно, как в большинстве стран мира, после какого-то базового образования еще год или два, подучить журналистики. Журналистики можно научить. Это ремесло. Давайте не будем строить из себя творцов, потому что журналистика – это работа. И в каждой работе есть простые вещи. Я прекрасно помню, как в 92-м году начал писать колонки для «Москва Таймс». Она только начала выходить, и мне пришли писать колонку размером 200 слов. Я начал писать, написал первую колонку, и главный редактор, очень хорошо помню, Мэк Бортин, сказала мне, «Михаил, послушай, 200 слов, вот одна колонка у тебя, вот у тебя 200 слов. Одна колонка – одна мысль. Не надо пытаться там какие-то две-три идеи вставить. Простая, ну, простая ремесленная история». Я, кстати, в начале 90-х был уже знатным журналистом. Ну, вот таким. Совет. Да, нет, я даже хочу напомнить, и наши слушатели, может быть, те, кто из более молодого поколения, вот я помню ваши статьи, экономические в «Известиях» в конце 80-х годов, они очень, так сказать, сильно, сильно изменяли ландшафт. Да, спасибо. Я, в принципе, считаю, что именно в «Известиях» как-то я... вот журналистскую карьеру, я считаю, сделал, получил там всяческие премии, был одно время там одним из самых цитируемых журналистов. Вот о вашем известенском опыте и вообще более широко о сравнении советского и российского журналистского опыта поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, праздничный эфир археологии в связи с пятилетием нашей радиостанции. У нас в гостях сегодня коллега, генеральный директор холдинга «РУМедиа» и радиостанции «Бизнес.ФМ», нашего, в общем-то, конкурента. Безусловно. Безусловно. Чувствуете, как... Как вы дышите на затылок. Да, дышим в спину. Затылок. Чувствую. Мы, кстати, одна из важных идей бизнеса состоит в том, что нужно с уважением относиться к любым конкурентам и всех, кто занимается схожей деятельностью, считать конкурентами, не проявлять высокомерие. Это всегда жизнь наказывает высокомерие. Поэтому мы, конечно же, очень внимательно следим за... Михаил Львович Бергер. Это не то, хотя у нас, по сути, эфир-тост. Ну, да, в каком-то смысле. Но говорим и шире, чем о радио. Вот как раз мы говорили о вашем советском опыте и о том, что вам дала газета «Известия». Ведь в тот момент это был, по-моему, один из пиков «Известий». Да, послушайте, я застал... Я абсолютно... Газета «Интеллигенция». ...с полным основанием. Не только «Интеллигенция». Там, рабочая аристократия, чиновники, все относились к «Известиям» с огромным уважением. Я до сих пор помню свои ощущения от того момента, когда меня пригласили в «Известие». Это было непросто. Это на самом деле был олимп. Для газетчика выше... Ну, трудно было себе что-то представить. Поэтому, когда я пришел на работу в «Известие», когда был подписан приказ, я посмотрел на своих товарищей по экономическому отделу и сказал, по своей воле отсюда только на пенсию. Я так заявился торжественно. Ну, кто бы мог подумать, как сложится судьба. Но, тем не менее, «Известие» — фантастическая школа журналистики. Я там узнал, что такое коллективный разум в действии. Там был очень сильный институт. Вот такого внутреннего общественного мнения. Вы знаете, в каждой творческой компании... Вот видите, я так... Ремесло и творчество. У нас такой коктейль всегда. В каждой творческой компании обязательно должен быть человек или несколько человек, перед которыми стыдно. Стыдно какую-то лажу написать, как-то что-то накосячить, покривить душой и так далее. Вот в «Известиях» такие люди были. Кто это было в тот момент? Бовин еще работал. Бовин, да. Естественно, я застала с вами Евгеньевича. Бовина. Я считаю, что таким человеком был Владимир Надеин. Не знаю, помните ли его? Да, конечно. Вроде блестящий. Он начинал как филитонист, потом стал просто публицистом. Вот. Начинал с филитонов, потому что напрямую было сложно говорить. То, что нужно, а шутить еще можно было. Вот он таким образом... И в «Известиях» существовал институт «Летучий», когда раз в неделю мы обсуждали то, что прошло за неделю, хорошего и плохого. Собирался коллектив, и очень жестко, нелицеприятно люди высказывались по поводу того, кто что написал. Это был дежурный критик, и не дежурный комплиментатор, а дежурный критик, который именно критиковал. Насвечался причем не из начальников, а обязательно из рядовых журналистов. Это было очень полезно. Это было замечательно. Мы всегда как-то могли понять, известить, оценить, что плохо, что хорошо, что получается, что нет, где конкуренты обходят, что делать дальше и так далее. И в этом смысле «Известинская школа», конечно, вас уже подготовила к тому, что после 91-го года уже такая более свободная. Ну, даже до 91-го года, понимаете, уже с Горбачевым я как раз пришел в «Извести» в 86-м году. Я думаю, что именно я лично благодарен Михаилу Сергеевичу. Мы немножко знакомы с ним. Я им это говорил. Что еврейский вопрос уже как-то перестал иметь серьезное значение. Ну, или такое значение, как это было прежде. И меня в «Извести» пригласили. Ведь, да, ведь я, так сказать, читая ваше интервью, биографию, вы же в свое время только в советскую торговлю могли пойти. Ну, да. Из-за той самой пятой графы. Абсолютно. Я обошел кучу редакций. Меня везде, когда я еще учился, меня печатали в очень уважаемых изданиях. Я печатали с удовольствием. Но когда наступил момент принимать на работу, в общем, я заполнял анкеты, но вот как-то терял интерес почему-то. То есть антисемитизм в прямом совершенно таком институте. Ну, понимаем, вы завуалированы, но в институциональном виде. Да, да, да. Было ощущение того, что какие-то пропорции надо соблюдать там. А советская торговля в этом отношении была более... Она считала, что внук еврея куда? В торговле. Это еврейские профессии. Врачи. А еще вечерняя Москва была с Индурским. Да. Тоже такой заповедник был. Ну, были, да. Они все-таки там как бы как в футболе. Это была не премьер-лига, а там первый, второй дивизион. Да, да, да. И там еще можно было пропорцию-то нарушить. И про советскую торговлю коллеги говорили, что газета неудачников и евреев. Ну, вот как-то собирался. На самом деле очень неплохие люди. Была неплохая газета с тиражом миллион двести тысяч экземпляров. Фантастик. Ну, торговая система была особенная. Помню, главный редактор на меня очень обиделся, когда я сказал, что у нас подписчиков на миллион больше, чем читателей. Ну, понимаете, а после партийной и силовых структур торговая структура была одна из самых дисциплинированных. Там были потому что реальные экономические интересы. Да. Реальные деньги. И люди, потому что ну, надо выписывать. Выписывали только, чтобы там не было повода для замечаний. Да, да, да. Поэтому у нас был просто сказочный тираж. И на самом деле торговля помогла многое проанализировать, посмотреть. Ну, вы там уже получили собственный интерес к экономической тематике. Да, безусловно. И оттуда уже взяли его дальше в свои перестроечные статьи в «Известие». Да, да, да. Я помню собеседование, когда перед тем, как принять решение о моем переходе в «Известие», заместитель главного редактора, который курировал экономический отдел, сказал, слушайте, ну, вам уже 30 лет. Мне бы сейчас 30 лет. И уже, ну, типа, ну, люди взрослые, там, редко меняют профиль. Вылить торговую газету и приходите в такую, почти семейную, в такую грандиозную газету. Ну, я как-то взял на себя смело сказать, что, знаете, торговля – это же анализ мочи народного хозяйства. Ну, все, что производится, оно, в конце концов, на прилавке. Поэтому, я считаю, практически по профилю перехожу. Немножко преувеличил, но, в общем, сама идея, видимо, понравилась. Михаил Львович, вот сейчас я хочу о чем поговорить? О пределах журналистской свободы. Тогда и теперь. Потому что тогда все-таки и советская торговля, ну, известие уже на перестроечном взлете, был все-таки жесткий и достаточно идеологический диктат и внутренняя самоцензура. То, что происходит сейчас. Диктат хозяина. Вот я возвращаюсь снова и снова. Мы, по-моему, уже не однажды в нашем эфире говорили, было такое скандальное заявление там же на журфаке Волина, да, по поводу того, что, как он сказал, студентов следует учить тому, что по окончании учебы они пойдут работать над дядю. И дядя будет говорить им, что писать и как писать. И дядя имеет на это право, потому что он им за это платит. Вот такой, так сказать, профессиональный цинизм одного из ведущих медиа-менеджеров. И, так сказать, политической достаточно значимой фигуры Алексея Волина. Вот как вы считаете, это просто повторение одной и той же истории из советского в постсоветскую эпоху? Или это вот какой-то нынешний такой цинизм? Вы знаете, во-первых, я практически присоединюсь к тому, что говорил Волин. И не потому, что я медиа-менеджер. Смотрите, как мне верится эта ситуация. Но ограничения существуют всегда. Они разного рода. Технические, финансовые, моральные, какие угодно. Что было при большевиках, в которых я работал и в советской торговле, и в газете «Известия»? Была цензура, такая довольно жесткая, хотя особенно при 80-е годы, в конце 80-х уже многое можно было написать. Но там была физическая цензура, во-первых. Сидел человек без фамилии в кабинете, в редакции «Известий», везде были фамилии, а там просто номерок был. Некий человек из какой-то организации с непонятным названием «Глафлит». То есть это какой-нибудь полковник, который, я просто прекрасно помню, имея вдруг первые свои ощущения, первый раз в торговле этого не было. А там, значит, мне говорят, зайди, там 320 какую-то комнату. Захару сидит, мужик мне знакомый, и говорит, вы тут у себя в статье написали завод какой-то бумагоделательных машин. Я говорю, да, и чего? А такого завода нет. Я говорю, как нет? Я же там был. Но его нет. Как нет? Ну вот, у меня список заводов, которые есть. Если его там нет, значит, его нет. Ну, то есть, типа, военная тайна. Да. Ну, заводами было, но еще можно понять, мы там какое-нибудь ракетное топливо, наверное, делали, еще что-нибудь, но как-то вдруг выяснялось, что людей нет, Евтушенко нет, или еще кого-то нет. Это уже было посложнее и потяжелее. Ну, то, что сейчас называется стоп-лист на каналах. Да, конечно, конечно. Но, понимаете, разница в чем? Тогда, в советское время, и даже практически до 91-го года, была практически полная монополия на составление стоп-листов, на выбор того, о чем писать, о чем не писать. Сейчас, все-таки, в каждой избушке свои погремушки. Если не брать федеральные телеканалы, газеты, интернет-ресурсы и так далее, у каждого из них есть свои симпатии, антипатии, у каждого из них есть свои любимые и нелюбимые герои. И я, в общем, хочу сказать, что, конечно, не нравится, когда владелец там вмешивается в редакционную политику. Такое случается. Вам с этим часто доводилось сталкиваться? В ту эпоху и в эту. Владелец там, да, когда владелец идеологический, так скажем. Однажды, из отдела пропаганды, позвонили и попросили уволить меня из известий. Но поскольку это был уже 89-й год, то первый замглавного редактора, который был на хозяйстве, ну, и главный куда-то уехал, он как-то не побоялся сказать только вместе со мной и как-то вопрос сняли. Я ему благодарен очень за это. Ну, смотрите, значит, тогда была монополия и представление о том, кто хороший, кто плох, кто есть на свете, кого не существует, оно, конечно, сильно мешало работать, но и оно было всеобъемлющим. нынче, ну, пожалуйста, олигарх один, там у него свои друзья и враги, у олигарха другого свои друзья и враги. ведь свобода как раз состоит в том, чтобы столкнулись, может быть, разные субъективные точки зрения, разные подходы и ограничения, потому что ну, абсолютно свободы нет и не может быть в принципе. Вмешивались ли владельцы? Ну, вот как раз возвращаясь к вашему вопросу. Когда я как-то раз работал главным редактором газеты «Сегодня», это уже, так сказать, была частная журналистика, был «Гусинский», да, человек, заслуги которого перед медиаиндустрией довольно высоки. В России он все-таки создал первое по-настоящему независимое телевидение. НТВ, да. Да, и там, ну, даже, может быть, можно там рассмотреть под большой лупой какие-то намеки на то, что он какие-то хозяйственные вопросы пытался решать. Может быть. Но он со временем где-то там к концу 90-х он стал избавляться от непрофильных активов. Он стал продавать заправки, какие-то заводы, причалы, там, ну, не знаю, что у него было, и стал работать в основном с медиахолдингом. И от этого зависит, как только у владельца отваливаются хозяйственные интересы, использовать медиа в хозяйственных целях становится неэкономично, невыгодно, непрагматично. Поэтому это сложный процесс. И в принципе, да, Гусинский иногда встречался с главными редакторами. Вот я на самом деле не помню такого случая, чтобы он там звонил, сказал там сними материал, или давай наедем на этого, или отстань от этого. Может быть, потому что рядом было большое телевидение, и газета была слишком скромна, но с другой стороны, ежедневно-политическая газета, это серьезный субъект влияния, да. Ну, этого не было. А если сравнивать, скажем, ту эпоху, 90-е, когда вы в газете сегодня были, и уже 2000-е, нулевые, и нынешнюю, грубо говоря, ельцинская и путинская эпоха, есть какая-то разница в отношении владельцев, в том числе в отношении самоцензуры журналистов? Смотрите, ну, во-первых, журналистика совершенно разных живет в условиях, 90-е и нынешние, тогда была, ну, максимальная свобода слова, которую я только могу себе представить, действительно, ну, практически не было неприкасаемых, и, в общем, народ гулял, как хотел. Вот, были свои издержки, свои изъяны, но, я, в общем, считаю, что та конструкция была полезнее, чем нынешняя, когда есть ограничения. Смотрите, знаете, что поменялось фундаментально? В 90-е годы частные владельцы частных медиакомпаний с помощью прессы еще какие-то послали сигналы власти, это был там аргумент, может быть, в диалоге между большим капиталистом одним и капиталистом другим, или капиталистом и властью, там, региональной, федеральной, и так далее. Сейчас совершенно очевидно, что это не имеет никакого такого прагматического смысла, невозможно ни объясняться с властью с помощью газеты, ни давить на нее. Ну, хорошо это или плохо, ну, и хорошо, и плохо. То есть в этом отношении власть более не является прямым адресатом? Да, она не является как бы собеседником медиа-владельца. Вот, собственно, что изменилось. Адресат общества, собственно, да? Кому адресуется сейчас? Ну, реально адресат, конечно же, общества. А некоторые вещи под давлением медиа происходят, отдельные, знаете, там, вот, интернет или какая-нибудь публикация, но я не помню случая, чтобы, там, Путин за 12 лет или, там, почти 13, да, 13 полных лет уволил кого-то под давлением газет. Бывало, что рушились карьеры губернаторов и министров под давлением прессы и так далее, но сейчас больше вторичных историй, то есть, уже жертва намечена и судьба человека решена. Но для подкрепления, пока он еще работает, нужно, чтобы телевизор что-нибудь сказал. Вбрасывается, да. Да, да, да. Ну, они, брасываются, ну, запускают, неважно. Ну, да, да, то есть, это не независимые журналистские расследования, а это уже обслуживание процесса административного. Административного даже, согласен. Это какая политическая? Административного, конечно. Именно административного. А вот ваше отношение, скажем, к журналистскому комментарию, вот как вы свою политику у себя в холдинге выстраиваете? Журналистика факта или журналистика мнения? У нас комментарии журналистам запрещены. В нашем хендбуке написано, что мы свое мнение не имеем. Есть мнение у наших спикеров, и они могут быть разными, что и происходит. А журналисты у нас это транспорт для информации, для фактов. Медиум для трансляции фактов. Да, безусловно. У нас есть, правда, несколько обозревателей, вот там, Дмитрий Дризе, вот есть там специальные люди, там их два-три человека, которым позволена некоторая интонация, некоторый, ну, такой очень ограниченный собственный подход. Но обязательно с привлечением экспертов, сторон, мнений и так далее. Но основа станции состоит в том, что у нас мы не оставим никакую позицию, мы ни с чем не боремся, ничего не провозглашаем, ничего не приклинаем, и так далее, мы даем людям высказаться. И это, мне кажется, очень важная история, потому что я как-то услышал Бизнес-ФМ автомобиль у барышни вообще никак не связанной ни с бизнесом, ни с чем, даже не жены олигарха, а просто там самостоятельной женщины из мира искусства. Я спросил, а слушай, почему ты слушаешь Бизнес-ФМ? Она говорит, ну, понимаешь, Эхо Москвы с одной стороны вести ФМ с другой. Все как-то окрашено, везде есть какое-то давление, а здесь спокойное нейтральное радио, которое оставляет за мной право самому делать выводы. Да, совершенно верно. Напомню, что у нас в гостях генеральный директор холдинга РУ-Медиа и радиостанции Бизнес-ФМ Михаил Бергер. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Пять лет Финам-ФМ и в связи с этим пятилетием археология приглашает коллег из смежных, из конкурирующих, так скажем, радиостанций. У нас в гостях генеральный директор радиостанции Бизнес-ФМ и всего холдинга РУ-Медиа Михаил Львович Бергер. И вот наш разговор уже плавно перешел в сферу радио, в ту, собственно, эфир, в ту поляну, в ту поле, в котором мы живем. Насколько для вас интересен и неожиданным был переход из печатной прессы в радийную? И вообще, учитывая, что у вас достаточно большой радийный опыт, и на их Москве у вас было много передач, если сравнивать существование в чисто текстуальной, словесной сфере, ну, не словесной, а текстуальной сфере, печатного слова, и в радийной сфере, в чем разница? Да, вы знаете, когда я в начале нулевых, и довольно долго, там, думаю, что года до 2008, наверное, я довольно регулярно появлялся в эфире Москвы и других радиостанций, но мне в голову не могло прийти, что моя карьера будет связана с радио. И вот такой разворот, он, в общем, был несколько для меня таким, ну, не то, чтобы неожиданным, ну, в общем, я его не планировал, не прогнозировал. Просто, когда возник проект Румедиа в 2006 году, он был связан с региональными медиа-активами совершенно разного профиля, телевидение, газеты местные, радиостанции и так далее, ну, это вот такие региональные медиагруппы, и просто в 2006 году еще серьезные деньги в медиа-отрасль не пришли, в отличие там от нефти, металла, авиаперевозок и так далее, и еще было пространство, еще было место, и поэтому я... А позже пришли? Позже пришли, конечно. Они пришли туда... Как в какой момент уже? После кризиса? Нет-нет-нет, гораздо раньше. После выхода СТС-медиа на IPO. по-моему, в конце 2006, я часто очень не помню, или в 2007 году, СТС вышла на биржу в Нью-Йорке и показала капитализацию, по-моему, около 3 миллиардов долларов, и вдруг выяснилось, люди посмотрели на цифры, и выяснилось, что медиа-компания, у которой ничего кроме лицензии практически нет, может стоить дороже, чем аэрофлот с ее сотней самолетов. Ну, на тот момент капитализация была именно такой, что это не только там инструмент влияния и так далее, как казалось кому-то, но это просто интересный бизнес. И после выхода СТС на IPO, после появления первых публичных компаний в медиа, когда появился идентификатор реальной цены бизнеса, деньги пошли. И, в общем, да, резко взлетели цены на медиа-активы. Ну, и вы оказались уже в радийной сфере. Но, если шире говорить о радийном опыте, вот ваши ощущения, вот, ну, скажем, генерации контента, да, или просто вот введения эфира по сравнению с написанием текста, ведь совершенно другая, я тоже... Абсолютно разная логика, логика устной речи, логика письменной речи абсолютно разная. Мое копчение с аудиторией же другая тоже. Да, безусловно. Ну, я замечу, что мы практически единственное радио, куда позвонить нельзя. Мы не берем звонки, как говорят профессионалы, не берем звонки. Да, да. Не берем звонки. Ну, это, в общем, такая фишка, и она основана на том, что мы считаем, что наши слушатели слишком заняты, чтобы звонить или писать в редакцию. Я, честно говоря, еще когда в известиях работал, у меня был широкий подоконник в кабинете, он почти до верха окна был завален письмами трудящихся, ну, не только читателей, письмами читателей, на которые нужно было отвечать. И я, в общем, исходил из того, что, ну, человек пишет в редакцию или обращается в редакцию только в крайне, в двух случаях. Или это последняя инстанция, когда уже все, тупик. Или у него не в порядке там с головой. Ну, нормальный человек, в общем, так свои проблемы не решает. Я... Ну, это в тот момент, так сказать, если, так сказать, позволено мне будет выступить в защиту этого формата. Все-таки это же, как понимаете, как комментарии в интернете. То, что... Я не к тому, что, так сказать, Бизнес-ФМ свой уникальный формат, но вот я, например, как радиоведущий в тех наших прямых эфирах, да, вот у нас вторник у нас эфир в записи идет, а вот в прямых эфирах я просто огромное удовольствие получаю от вот этого ощущения живого города вокруг, который тебя слушает. Это замечательно. И который может к тебе обратиться. Я знаю эти ощущения по опыту эха Москвы, но бизнес никак не связан с моим удовольствием или неудовольствием. Ну, да, да, понятно. Я же решаю не задачи своего или удовольствия наших коллег-журналистов. Я решаю задачи эффективности и позиции радиостанции на рынке. Наша позиция такова. Она оправдана. Может быть, со временем это поменяется, но сегодня это оправдано. И я считаю, это вполне нормально. У нас такое общение, в общем, у нас есть портал в ФМ.ру, где, в общем, люди могут к нам обратиться, что-то прокомментировать, прочитать, вернуться, посмотреть и так далее. В общем... На любом случае, я думаю, если сравнивать бизнес-радио с печатной прессой, здесь больше какая-то оперативность, существование внутри потока информации, которое требует более быстрого реагирования и большей какой-то гибкости. Да, после интернета радио, пожалуй, самое быстрое. Медиа, потому что телевидение еще все-таки нужно картинку подснять, монтировать и так далее. Радио может просто немедленно выдать в эфир информацию практически соревнуюсь с интернетом, ну, немножко отставая. А печатная пресса, конечно, находится... Мне грустно это признавать, я всю жизнь делал газеты. Я вырос на газетной бумаге. и понимаю, что ежедневные, по крайней мере, газеты, ну, не хочется потреблять слово обречены, но, видимо, будут чем-то вроде перьевых ручек или виниловых пластинок. Ну да, но у них своя аудитория, если они приходят в сегмент элитного потребления. Да, конечно, нужно смириться, что у тебя не миллион читателей, даже не сто тысяч, а три тысячи, и ты будешь счастлив в этой цифре. Может быть, журналисты в это устроят, рекламодатели нет. Ну, и в то же время они трансформируются в какие-то мультимедийные такие сущности, в порталы, и то же самое радио, с другой стороны, к этому же к портальному интернету формату приходит. Да, цифра, конечно, перевернула мир и медийный мир, в том числе, и, может быть, в первую очередь. Но мне кажется, что из всех традиционных медиа, которые мы знаем, радио менее всего подвержено цифровой эрозии. Что имею в виду? Ну, радио – это фоновые медиа, ты можешь заниматься другими делами. Обои, фактически. Да, совершенно верно. И интернет отступает перед радиостанцией в автомобиле. Безусловно, отступает, потому что управляя машиной, ты не можешь серфить по интернету, писать комментарии и так далее. Ты слушаешь радио, ты приговорен к этому. Ну, если у тебя хороший гаджет, ты можешь там позвонить туда. Но интернет – вот то место, где человек отключен. А учитывая количество времени, которое люди проводят в пробках, я думаю, что наша рыночная судьба прочна. Да, пока есть пробки, будет и радио. Нет, ну, не только пробки, собственно, многие люди… просто драйв тайм есть, но люди все равно проводят полчаса за рулем, 20 минут, 40 минут, час, в зависимости от того, где он живет и так далее. Причем, на самом деле, опросы ТНС, нашего медиа-измерителя главного, показывают, что люди дома слушают радио довольно в существенном количестве. Вот. И для меня это было большой неожиданностью. Ну, в принципе, там какие-то даже десятки процентов. Не 2-3 процента, там 10-20. Вечернее время? Какое время? Ну, в разное. Я сейчас просто не помню. Кривые. Нет, они есть, эти кривые, я просто сейчас не помню деталей, но да, слушают дома, слушают в офисе, в офисе меньше, но дома утром огромное количество людей слушают дома. Это вот процедура, сопутствующая бритью обычную. быстро окунуться в наш формат, когда вы за 15 минут получаете практически полную картину. Сводку всю. Совершенно верно. Очень удобен для утреннего бритья. Ну да, у людей часто сейчас делают проводку, радио, что, так сказать, динамик один выведен в ванную, один на кухню, ты проснулся с радио, и ты вот эти забыл. Я, дело в том, что квартиру, в которой мы сейчас живем, ей уже там 13 лет, я тогда не думал о радиостанции, и поэтому не провел ванную комнату в радиостанции, поэтому у меня стоит там на батарейках приемник, но в ванной стоит, и я его слушаю тоже. Себя слушаете в Бизнес-ФМ? Ну да, Бизнес-ФМ, слушайте, это вообще трагедия, люблю классическую музыку, а слушаю в Бизнес-ФМ. А классическую музыку слушаете по радио? Да. Орфей? Именно Орфей, и они другие станции, которые... Ну, других-то и нет ничего. Ну, радиоклассик, например. Ну, там такая классика, в кавычках. Я обожаю Орфей за то, что они рассказывают мне, что я за композитор, я полный пень, я нот не знаю, я не учился в музыкальной школе, я ничего не понимаю в музыке, но я просто ее люблю. И поэтому я вдруг выясняю, что все, что мне нравилось, Навица, вернее, написали там три-четыре человека, Бах, Гендель, Моцарт, Вивальди. Вот. Ну, еще там может быть один-два человека. Но я теперь уже знаю, я прекрасно знаю, чем третья бренденда, Генбургский отличается от четвертого концерта Баха, и мне третий нравится больше, чем четвертый, а концерт Огрос Генделя просто вот там номер один, это вообще замечательная музыка. И хорошо, когда я записан где-нибудь в Берлине еще, фон Караян, дирижер, и в каком-нибудь 70-м году, я стал в этом разбираться именно благодаря Орфии, потому что они мне все это каждый раз говорят. Вы знаете, очень мне не хватает, я тоже слушаю Орфей, но все-таки я должен сказать, что вот часто бывая на Западе, я там слушаю их радиостанции, вот и у BBC классическая волна, скажем, очень хорошая классическая Рай Тре в Италии, Бавария 4, полностью классическая музыка, 4-6 сутки, там, конечно, такие крупные форматы, потому что они могут целую оперу дать, большие симфонии, Оперу я, пожалуй, бы не дослушал. Ну, бывает частями, там, конечно, такая, так сказать, традиция большого слушания, но мне не хватает, конечно, классики в мейнстримных основных радиостанциях, но, вы знаете, пробовали, открою вам секрет, здесь у нас, так сказать, у нас были 2-3 года назад попытки, я хотел сделать эту программу. Я не в курсе, это очень интересно. Нет, нет, вы знаете, не пошло, сделали, так сказать, такую внутреннюю кухню, открою, сделали на фокус-группах, люди не слушают. Я записал несколько программ с крупными персонами, вот, скажем, с вами можно было бы сделать, понимаете, поговорить с человеком, который из совершенно другого мира, не из классической музыки, но при этом интересуется классической музыкой, он представляет своих любимых композиторов. Ну, это любопытно. Ясин в эфире, Привалов из Эксперта, Адамишин, бывший у нас, пошел в Италию. Да, все, которые ходят в консерваторию, их можно видеть в большом зале, и они рассказывают о своей музыке. Но вот, как ни странно, не пошло. Вы знаете, когда я, ну, я по большей части слушаю Орфея по выходным, когда на наших волнах идет, ну, много повторов, да, ну, как бы обзор за неделю, и только новости меняются. Так я, знаете, когда я выключаю Орфей, когда начинаются разговоры, вот там все вот эти воспоминания, потом длиннющие рассказы получасовые, ну, я не хожу за этим, я туда хожу за музыкой. Вот, поэтому, мне кажется, все-таки, ну, если кто любит музыку классическую, ему ни разговора не нужна, а, собственно, классическая музыка. И потом, еще знаете, какая штука? Все-таки, люди ходят в спортивный магазин со спортивной одеждой, не за картошкой, а в овощной, за овощами, не за мебелью. Поэтому, вы сбиваете с толку. Вы все-таки радио новостей и рока, как написано, а тут вдруг классика. Ну да, да, нет, я понимаю. Просто сбиваете с толку. Нет, нет, я понимаю логику, которая за всем этим стояла, мне просто, так сказать, хочется всюду каким-то контрабандой протащить эту классику, но вижу, что получается с трудом, и это очень жалко, потому что в нашей жизни, в России вообще, этот сегмент очень сильный. Сергей, просто люди только с годами понимают, что самые лучшие хиты надоедают очень быстро. Классику можно слушать тысячу раз, но просто ничего не произойдет. Ну это да, это как, собственно, как хлеб и пирожное, я думаю, примерно такое соотношение. А вот вообще в радио, какое, по-вашему, должно быть соотношение музыкального и разговорного начала? Это вы спрашиваете у директора радиостанции, где музыки нет вообще. Где тока, да, где музыки нет вообще. Нет, но у вас как у слушателя. Вот, скажем, вы едете в машине, если бы у вас не было вот своего радио, которое вы слушаете, да, которым вы управляете, насколько вам хочется слушать музыку просто, чтобы отвлечься от суеты дня или наоборот включиться в этот день и быть в этом разговорном потоке? Вы знаете, мне нравилось, сейчас просто мало слушаю эту станцию, мне нравилась пропорция серебряного дождя. И мне нравились и утренние шоу, когда еще был там Соловьев, но совсем другой Соловьев, хотя тот же человек, но он был совершенно другим. Это было там самое начало двухтысячных. Еще когда с Гордоном они были. С Гордоном совершенно верно и менялись. Помню там Катя Швецова какая-то неизвестная. Мне, ну, не знаю, как она выглядит, но она там составляла компанию Соловьеву, и Соловьев был очень хорош, интересен. И музыка была, в общем, это абсолютно отвечало моим ощущениям, представлениям. Сейчас я просто мало слушаю, во-первых, Серебряный дождь, во-вторых, Соловьев уже не тот, другой совершенно Соловьев. Вот. Но если говорить о пропорциях, то вот, наверное, Серебряный дождь начало нулевых. Ну да, находил. А по разговорам вам как слушателей, что интереснее, вот такие короткие флэши или вы вот, вот как наша беседа, такие длинные, с большим разгоном, часовые разговоры, на которых... Ну это в том, что спросить меня, что вам нравится, джинсы и майка или смокинг? Ну да, от ситуации. Просто ситуация, да, понимаете, ну в общем жизнь, конечно, не располагает к тому, чтобы слушать часовые беседы. Мне кажется, это уже некий архаизм. Все-таки 15-20 минут это предел того, что мы можем себе позволить попытаться предложить потребителю. Просто удержать внимание очень сложно. Это то, что вы и делаете на бизнесе. Да, у нас блоки 15 минут, максимальный сюжет полторы минуты. Бывает исключение, там, семь минут интервью. Это что-то такое особенное. Вот семь минут, у нас вот это, вот это предел, это страшно длинно, и мы пытаемся это, если там, ну допустим, с Грефом беседы, или там с Кудрином, или с кем-то, ну нашим топ-топ ньюсмейкерам, он что-то особенное говорит, вот там, назначили Сиоанну, он дал первое интервью нам. Конечно, полторы минуты неинтересно, некрасиво, неправильно. Мы там, даже два блока было, семинутных, это как «Война и мир», слушается длинно, неорганично, и так далее, как бы нам не казалось, что это важно. А еженедельные программы? Это бессмысленно на радио, мне кажется. Но у вас же есть? Есть. У нас есть не еженедельные, у нас есть пять дней недели через неделю, вот наши так называемые фичеристы, там покупки, путешествия и так далее, они возникают как раз каждый день в одну неделю, а в другую неделю там ротация происходит. Поэтому у нас нет, прижать такой, чтобы раз в неделю появлялось, такой нет. Понятно. И все равно это такие вещи, как бы состоящие из отдельных флешей, из отдельных сюжетов, которые, так сказать, собираются. То есть не то, что на одной теме, скажем, слушателей задержать на 45-50 минут. Невозможно. Послушайте, если вы знаете таких слушателей, дайте мне их телефон и адрес. Нет. Они остались, нет, на Эхо Москве монополист. Вот наш звукорежиссер поднимает руку, вот он, вот он, такой слушатель. Ну, прекрасно, замечательно. Уважаемая аудитория Эхо Москвы. А нас? Нас-то тоже все-таки кто-то слушает, так сказать, ну, не будем там озвучивать цифры. Вот, есть люди, там, не знаю, которые нашу археологию звонят и уже много-много-много лет слушают. То есть есть им, я считаю, этот потребитель, в том числе и на часовой формат? И там... Наверное, есть. То есть не наверное, а точно он есть. Просто другое, другое слушание, понимаете? другое, другое слушание, просто количество этих людей другое. Ну, давайте смотреть правдиво в глаза, большую аудиторию на этом не построишь. Вот Эхо Москвы удалось, я думаю, что они собрали все, что можно. А за счет чего? Почему? Как вы считаете, почему Эхо такой коммерчески состоятельный проект? Очень большое значение имеет время выхода на рынок. Все-таки Эхо Москвы появилось в 90-м году. Что они заняли свою аудиторию и ее держат. Конечно, кто первый встал, то вы и тапки. Ведь было несколько попыток там, ну, принято считать, я с этим согласен, что бизнес-фэм успешный формат. Несколько попыток, известно, атаковать этот формат и не очень неплохих. Коммерсант-ФМ очень грамотно делался еще и потому, что попытались сделать ксерокопию, тем более, что те же самые люди. Ну, может, еще впереди все, но пока цифры говорят об обратном. Очень важно когда-то, кто взял эту историю. Ну, да, И Эхо в этом смысле раньше зашли и сформировали, зашли в города, в провинцию. Как вы себе представляете, можно создать сегодня станцию, я же не говорю о затратах на запуск, на продвижение, конкуренция больше, это гораздо больше деньги. Заманите действующего президента США. Нехи, он был. А за ним уже поперлись уже лидеры государства поскромнее. Поэтому повторить это невозможно. И не только, я думаю, в Москве, я думаю, что и в других столицах это тоже, в общем, непросто. Ну да, в этом отношении, конечно, монополит, в том числе и в... Ну, Эхо Москва уникальна. В разговорном жанре. Да, безусловно. Хотя должен сказать, что вот некоторые из наших программ, вот я с удовольствием сам тоже учусь у Эхо, и я понимаю, что можно, так сказать, держать такие длинные линейки разговорной программы. Нет, конечно, когда я говорю, что мало слушателей, это не значит, что их нет, во-первых. Во-вторых, есть такие передачи, которые, которые раскрыв рот будут слушать и перепащивать в интернете. Кстати, да, очень много у нас, например, есть передач, которые гораздо больше закачивают, закачивают в сети, скачивают в сети, чем слушают. Ну, знаете, в интернете как раз не смотрят долго и не слушают долго. В интернете скроллят. Но, тем не менее, информация доходит, потому что, я знаю, даже вот мои передачи, многие знакомые говорят, нет времени, да, не наше время там слушать где-то в 8-9 вечера, вот потом как-нибудь. Закачивают, читают там и в эти, в какие-то гаджеты и даже прослушивают. Ну, такое бывает, но это такое потребление очень специфическое и ограниченное, на мой взгляд. А вообще, по-вашему, московский эфир уже плотно, полностью забит, полностью поделен, все ниши заняты? Ну, во-первых, рынок всегда перестраивается, и рынок всегда испытывает давление игроков новых, ослабления старых. Передел рынка происходит всегда, это совершенно очевидно. Другое дело, что мало на земле городов, где действовали бы 54 ФМ-радиостанции. Такого нет нигде, по-моему, кроме Нью-Йорка. Ну, просто там и население побольше, несколько. О чем это говорит? Почему такая ситуация в московском эфире сложилась? Это вопрос регулирования. Это есть страны, и многие страны просто ограничивают количество станций в эфире. Ну, не знаю, наверное, это разумно, потому что большинство, ну, многие, в общем, станции довольствуются немногим небольшой аудитории, небольшими доходами. С другой стороны, может быть, это верный путь в ниши, чтобы люди разошлись по любителям ловли на спиннинг, на мормышку, и для каждого была бы отдельная радиостанция. Сколько из них музыкальных из 54? По-моему, я разговорно-информационных до десятка, до десяти, там, семь-восемь. Остальные, то есть около там сорок пять, это пятьдесят. Да, 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 больше сорока, это музыкальные. Это музыкальные. Ну, да, и, в общем, во многом друг верующие друг друга. Уже есть кризис форматов, есть кризис идей, кризис жанров, там, люди думают, есть проблемы с идеями, есть частоты, и непонятно, что с ними делать. Что-то интересное появлялось в московском эфире последние годы, что привлекло на ваше внимание? Какие-то новые форматы, программы, ведущие? Ну, вот интересный формат «Релакс», ну, просто сам, пусть его как идея музыкальная. И он последовательно так... Диско-радио любопытное, есть явление. Да, очень интересно. Я там был в гостях однажды с большим удовольствием. Я как начинающий дедушка как-то это слышу, знаю, мне очень нравится, как делают это радио. Ну, да, то есть постоянно изобретается... Так что, в общем, действительно идея есть, и... Радио в этом отношении, мне кажется, очень такой потенциально очень сильный медиум, потому что он при относительно небольших инвестициях позволяет быть очень гибким, менять форматы и изобретать какие-то новые вещи. Ну, в общем, да, хотя вы правильно сказали относительно небольшие инвестиции, потому что это тоже стоит денег и, в общем, весьма существенно. Ну, меньше, не сопоставимо с телевизионными, конечно. Телевизионные, это деньги, но все-таки... Вот. Я не знаю, я тоже сам никогда не думал, что окажусь на радио, но сейчас уже который год с удовольствием работаю, я понимаю, что это совершенно ни с чем не сопоставимый. Слушайте, возможность просто вот общаться, разговаривать. Говорить, вот как мы с вами, да. На телевидении такого невозможно даже. Там, в моей жизни, в жизни многих самый большой кайф это встреча с друзьями, разговоры, и просто... И вдруг ты... Это основывается твоей профессией, это просто... Да, да, это транслируется, и кто-то еще это слушает и, так сказать, этому радуется. Вот, понимаете, потому что, мне кажется, очень мало между нами и теми, кто нас сейчас слушает, технологии стоит. На телевидении, вот я как работающий постоянно тоже на телевидении, я постоянно чувствую вот эту сумму технологий, которые... Это нужен и постпродакшен, и грим, там и свет выставляют, и видеоинженеры. А на радио путь короткий, я согласен. На радио очень короткий путь к слушателю, мне кажется, слушали это чувствует, и появляется какая-то такая интимность. Да, и мне, кстати, объясняли коллеги, когда я только с радио стал заниматься всякой всерьез, что радио не только эмоциональные медиа, но здесь обмануть труднее, чем на бумаге, в телевидении, там за счет картинки. А здесь фальш в голосе вылезает моментально, это всем совершенно становится ясно. Да. Ну что ж, время наше в эфире подходит к концу. Если хотите что-то поздравить, то поздравляйте. Друзья, под слушанием, важно разговаривать с аудиторией, со слушателем. И важно не только для аудитории, для нас важно разговаривать. Не забывать об этом искусстве общения, об искусстве увлечь аудиторию, увлечь слушателя. Будь это один ваш приятель в кафе, или это несколько сотен тысяч слушателей на радиостанции, это чрезвычайно важно, и вы одна из тех станций, которая разговаривает со слушателем, причем разговаривает на тему мне, близкие глубоко экономические темы. Рок вообще музыка моего поколения. Так что замечательно, я рад, что вы есть. Продолжайте. Выпью сейчас стакан воды за ваше здоровье и долголетие. Спасибо. Спасибо, Михаил Львович. Михаил Львович Бергер, генеральный директор холдинга РУМедиа радиостанции Бизнес-ФМ, был у нас сегодня в гостях в археологии. Ну что, Алла Верды, пожелаю тоже успеха и новых слушателей вашему радио. Спасибо огромное. нашему радио и всем, кто нас слушал. Доброй ночи и удачи.